СБ может купить себе дачу за полтора миллиарда рублей. Мы не понимаем и никогда этого не примем. Вы это примете или нет? Вам нравится, что бывший министр социального обеспечения Голикова всю жизнь работала в государственной службе и купила себе дачу, которая в 10 раз больше, чем все ее доходы. Вам нравится или нет? Ну где они взяли эти деньги? Сейчас это не является даже уголовным преступлением. Понимаете, когда я сейчас говорю о том, что ну откуда у директора пенсионного фонда квартира в самом дорогом московском доме, тоже за миллиард рублей. Откуда? Мне говорят, так Навальный, будешь много говорить, мы подадим тебя в суд, привлечем к клевете, а откуда у них миллиарды? Это тебя не касается. Это никого не касается. Вот они подтверждают, понимаете, запрещено это говорить. Нельзя говорить, откуда взяли миллиард. А я хочу, чтобы в вашем парламенте были люди, которые протолкнут эту инициативу. И мы будем знать, что это уголовное преступление. И что, и не важно, примется это быстро или через некоторое время. Будут люди, которые назовут вещи своими именами. Если у всех этих людей, ваших единороссов, волозиных, неверовых и так далее, при зарплате в миллион дачи за 20 миллионов, они выйдут и скажут, как есть. Эти люди воры, жулики и воры. И мы будем с ними бороться и относиться к ним как к ворам. Потому что к этому же все сводится на самом деле. Вся вот эта вот дрянь, вся пропаганда, война вся эта, она исключительно для того, чтобы просто расхищать наше национальное богатство. Понимаете? Кто-то просто потупее, а кто-то похитрее. Вот те, кто похитрее, пользуют тех, кто потупее, для того, чтобы оставить это как есть. Я, понимаете ли, часто на митингах об этом говорю. И в Новосибирске, наверное, особенно важно это сказать. О том, что в Брежневские времена, в Советском Союзе, вы любите, о продаже нефти и газа мы получили тоже примерно 3 триллиона долларов. И в путинские времена о продаже нефти и газа мы получили 3 триллиона долларов. Что возникло в Новосибирске за эти деньги? У вас сколько станций метро? 11 или 12? Я посмотрел, изучил матчасть. У вас был план 81-го года, по которому предусматривал 60 станций метро. А у вас их до сих пор 11 или 12. И последнюю станцию строили 18 лет. С такими же темпами строительства, ваше метро будет построено через 1100 лет. Через 1100 лет, Карл. Ну невозможно же это. А к тебе деньги-то деваются? Вы просто извините, может, меня за такие эмоции. Меня все время это бесит. Скажите, пожалуйста, если в Брежневские времена денег было меньше, но метро строили. Сейчас денег больше, а у вас в Новосибирске метро нет. И стоят охламоны и кричат, не надо нам метро. Пусть все остается как есть. Пусть Ротенберг и Тимченко дальше украдут. Да вы посмотрите, какое гражданство у тех, кого вы поддерживаете. Ротенберг, который строит все мосты, гражданин Финляндии. Тимченко, гражданин Швейцарии. У всех этих людей офшор на офшоре. Наш фонд борьбы с коррупцией, извините меня, у меня все сотрудники уже перешли на английский язык, потому что копаться во всей документации наших чиновников, это все офшоры, это все английский язык. Это самые настоящие национальные предатели. Понимаете? Я вчера был в Москве на митинге в защиту образования и науки. Вот этих вот там не было. Я не понимаю, как вообще могло случиться в России, в стране, которая была просто помешана на образовании и науке, и вам в Новосибирске здесь отлично известно, почему я должен вообще на митинге видеть каких-то старых дедов, которые там какие-то суперакадемики и физики, которых нужно на руках носить. Они стояли и грустно говорили, пожалуйста, не уничтожайте нас всех. Пожалуйста, не уничтожайте Академию наук. Как мы до этого дожили? Это нормальная ситуация или нет? Не надо молчать. Не надо молчать, нужно об этом говорить, но нужно и действовать. Значит, план наш совершенно понятен. Программа наша понятна. Мы хотим и просим и требуем тех вещей, которых просят вместе с нами 80% в Новосибирской области. Оставить деньги здесь. Перераспределить бюджет с обороны на науку и образование. Вести уголовную ответственность за незаконное обогащение. Эти вещи все вместе с нами поддержат. Я надеюсь, что все вы поверите в демократию, зарегистрируйтесь в этих праймерис. Поддержите тех кандидатов, которые говорят созвучные вам вещи. Мы пойдем на выборы. Продолжение следует...